Всем привет! Этот урок посвящен самолету И-16 Тип-24. Накануне войны самым массовым истребителем советских ВВС являлся самолет И-16, носившего летчика в прозвище Ишачок или Ишак. И-16, разработанный в 1933 году под руководством авиаконструктора Поликарпова, являлся для своего времени весьма передовой и перспективной машиной. В игре представлена модель И-16 Тип-24 с мотором М-63, которая является дальнейшей модификацией самолета И-16 с мотором М-25. На самолете установлен звездообразный мотор М-63 с номинальной мощностью у Земли 930 л.с. Мотор М-63 имеет 9 цилиндров, у него воздушное охлаждение, имеет двускоростной центробежный нагнетатель с механическим приводом, позволяющий поддерживать мощность с подъемом до расчетной высоты. Самолет снабжен винтом АВ-1, изменяемого в полете шага. Винт АВ-1 автоматический, правого вращения, имеет две лопасти. Лопасти винта могут автоматически устанавливаться в пределах диапазона 30 градусов от 17 до 47 градусов. Он может устанавливаться на любой шаг в зависимости от режима работы мотора, не требуя напряжения внимания летчика. Такой винт, установленный на самолет, позволяет снимать полную мощность мотора при любых условиях полета, а также позволяет устанавливать наиболее экономичный режим работы двигателя. Автоматическое сохранение постоянного числа оборотов осуществляется регулятором постоянных оборотов типа R2. Регулятор представляет собой агрегат, установленный на моторе и гидравлический, связанный с винтом, изменяемым в полете шага, при помощи масла. Изменяя в зависимости от условий полета и мощности мотора шаг винта, регулятор заставляет мотор, а следовательно и винт, работать при постоянном заданном летчиком числе оборотов. Кроме того, с помощью регулятора винт можно поставить в положение минимального или максимального шага. Управление мотором гибкое, осуществляется при помощи тяг и секторов. Секторы нормального газа и переключения скорости нагнетателя скомпонованы на одном кронштейне, а секторы управления винтом и форсажем на другом. Переключение на вторую ступень нагнетателя производится на высоте 3000 метров. Высотный корректор при установке рычага в максимально предельное положение автоматически поддерживает оптимальную топливо-воздушную смесь с увеличением высоты полета. Перемещение рычага назад позволяет объединять смесь для снижения расхода топлива на маршруте. Если вы проморгали топливо и у вас осталось хотя бы 15 кг топлива, то этого будет достаточно, чтобы пролететь 4 квадрата. Для этого нужно объединить смесь до 50%, уменьшить тягу до 40% и затяжелить винт до 50%. При таком режиме полета можно закрыть полностью масло-радиатор и входными створками капота выдерживать температуру не выше 100 градусов. Мотор имеет три основных режима работы. Продолжительный, форсированный и форсированный с форсажем. Форсированный режим с включенным форсажем. На таком режиме двигатель имеет 2300 оборотов в минуту и надув 1060 мм топливного столба и может работать без повреждения более 5 минут. Проведя тесты я сделал вывод, что мотор чаще получает повреждения через 8 минут после включения форсажа, если лететь в горизонте на максимальной скорости. Если скоростя маленькие, то и время будет меньше. Так что лучше не увлекаться форсажем и на максимальной скоростях летать не более 6 минут. Форсированный режим. На таком режиме двигатель имеет также 2300 оборотов в минуту, как и с форсажем, но надув меньше 915 мм топливного столба. На таком режиме можно летать не более 30 минут. Для включения режима нужно выставить шаг винта на 100% и дать полную тягу. Максимальная скорость у земли при таком режиме – 418 км в час. Продолжительный режим. На таком режиме можно летать хоть сколько времени и двигатель не получит повреждений. Для включения продолжительного режима нужно, не убирая надува тяги, уменьшить обороты двигателя, затяжеляя шаг до 93-94%. При этом максимальная скорость в горизонтальном полете не уменьшится и можно летать хоть сколько времени на таком режиме. Но если набирать высоту максимально быстро, то лучше, конечно, включить форсированный режим. Прибор термопара дает возможность замерять температуру под свечой первого цилиндра мотора и представляет собой пирометр, действующий на термоэлектрическом принципе. Пределы измеряемой температуры от 0 до 350 градусов. При полетах на форсаже двигатель не перегревается на максимальных скоростях даже при полностью закрытой заслонке масла радиатора, но входные створки капота должны быть открыты. Сотовый масляный радиатор имеет цилиндрическую форму. Работа радиатора может быть разделена на два периода. Первый период – это когда происходит прогрев мотора и температура масла ниже 55 градусов. При этом нет необходимости в охлаждении его. То есть масло идет по малому кругу, не поступая в соторадиатора. Второй период – это когда система прогрета и масло необходимо охлаждать. Термостат, имея ту же температуру, что и масло в системе, удлиняется и закрывает путь для прохода масла, направляя его в соторадиаторы. Просачиваясь между трубками, масло охлаждается, отдавая тепло трубкам. Полностью открытый масло-радиатор уменьшает скорость на 2-3 км в час. Увеличивать температуру нужно не закрытием масла-радиатора, а закрытием входных створок капота, так как заслонка масла-радиатора имеет слишком малое значение для регулирования температуры. Принцип управления температурой простой. Есть заслонки масла-радиатора и есть входные створки капота. На И-16 закрытие входных створок капота влияет на максимальную скорость. То есть, чем больше они открыты, тем больше мы теряем скорость. Если полностью закрыть входные створки, то скорость увеличивается на 8-9 км в час. Но долго лететь при закрытых входных створках мы не можем. Температура масла растет быстро, так как нет обдува сот-радиатора. Закрывать полностью створки и заслонку можно. Это нужно делать, когда нам нужно догнать противника, который не так далеко от нас, и скорость наша хоть немного выше. Если противник далеко, то даже не думайте об этом. Вы только перегреете двигатель и вряд ли догоните его, так как максимальные скоростя на немецких самолетах выше, чем на И-16. Если вы сильно перегреете двигатель, как это я сделал в видео, после чего сразу охладите его, то двигатель не получит повреждений. Чтобы держать температуру в норме и иметь лучшее соотношение скорости и температуры, нужно регулировать температуру на разных режимах открытия входных створок. Конечно, можно этим не заморачиваться, открылся и летает. Но дело в том, что когда вы убавляете тягу, вы можете переохладить двигатель, и он может выйти из строя. Сейчас я показываю вам, что происходит после закрытия входных створок капота. Как вы видите, температура масла и головок цилиндров резко начинает расти. Когда температура головок около 210 градусов, мотор начинает работать нестабильно. Это видно по надуву. Стрелка начинает дергаться, и чем больше температура, тем больше она дергается. Но это не так страшно. Двигатель не получит повреждений, и если не затягивать перегрев. Такие критические режимы вы вряд ли получите в бою с открытыми створками капота. А закрывать надолго створки нужно только для погони. Догонять на И-16 долго – это глупо и неправильно. Никогда такого не делайте. Итак, я сильно перегрел двигатель. Теперь, чтобы нам уменьшить температуру как можно быстрее, нужно полностью открыть масляный радиатор, открыть входные створки, уменьшить тягу примерно на процентов 50. Также шаг можно тоже уменьшить до 50. И желательно держать скорость около 300 кг на травча, чтобы обдувка была хорошей и быстрее температура начала падать. Через некоторое время температура стабилизируется, придет в норму. При этом мы никаких повреждений двигателя не получим, так как мы держали перегрев не так долго. Так как на И-16 приборы очень глубоко спрятаны и их плохо видно, вам нужно назначить удобную кнопку для быстрого взгляда на приборы. Вы можете ее настроить как вам угодно, сделав вид на приборы или воспользоваться стандартной кнопкой DEL на нумпаде, как это сделал я. Вы видите такой взгляд в видео. Самолет снабжен одним бензобаком емкостью 260 литров или 191 кг. Гидравлический бензиномер находится в нижней правой части панели приборов и показывает общее количество топлива при втягивании поршня ручного насоса. В игре поршень насоса активируется самостоятельно через некоторое время при прямолинейном горизонтальном полете. Также на самолете возможно было устанавливать два подвесных бака емкостью 93 литра каждый, но в игре на данный момент это не реализовано. Центральный бензиновый бак сварной, изготовлен из алюминиевого сплава АМЦ. Бак обтянут снаружи протектором, предохраняющим бак от течи при пробоинах. Протектор представляет собой резиновую оболочку, состоящую из отдельных склеенных слоев резины и корда. Первый слой наклеенный на поверхность металла бензостойкой резина, второй слой набухшая резина, третий и четвертый слои прорезиненный корд и пятый слой бензостойкой резина. В сумме все слои образуют толщину 8 мм. Протектор вулканизирует. Самолет имеет хвостовое колесо, управляемое совместно с рулем направления. В связи с этим при движении по ВПП с большой скоростью на взлете или посадке следует избегать излишнего отлонения педалей. Управление тормозами колес механическое. Этот тип управления имеет большую чувствительность, то есть обеспечивает непрерывное ощущение степени торможения и быстро передает усилия летчика на тормоза. Правая педаль служит для управления тормозом правого колеса, левая – левого, так же как и на немецких самолетах. Чтобы одновременно тормозить оба колеса, надо нажать одновременно обе педали или в настройках управления сделать настройки на основную ось тормозов. Также в настройках советую всем настроить одну кнопку на два действия – это запуск мотора и закрыть-открыть фонарь. Дело в том, что на самолете нет фонаря, но есть откидные створки, которые не видно, и вы будете постоянно их забывать закрывать. При разбеге они будут отрываться набегающим потоком воздуха, и ваша скорость будет уменьшаться на 22 км в час. Это очень много, поэтому обязательно сделайте два действия на одну кнопку. На самолете нет триммеров. Регулировка планера осуществлялась на земле специальными регулирующими отгибными пластинами на рулях. Прицел имеет сдвижной светофильтр. В кабине также установлен откидной дублирующий механический прицел, который используется при повреждении основного прицела. Самолет имеет ручной механический привод уборки и выпуска посадочных щитков и шасси, поэтому перед посадкой выпуск щитков и шасси следует осуществлять заблаговременно. На выпуск шасси уходит 39 секунд, а на уборку – 43 секунды. Щитки можно выпустить на любой угол до 53 градусов. Предельная скорость пикирования составляет 620 км в час. На И-16 лучше не превышать эту скорость, так как при скорости уже в 630 км в час у вас практически всегда что-нибудь отлетит. Поэтому будьте осторожны при пикировании. Бывают такие случаи, что не отлетает, как вот сейчас, но я потестировал и практически постоянно. Каждый из пяти вылетов в четырех, в трех постоянно отлетает что-нибудь. Поэтому 620 км максимум, больше лучше не разгоняйтесь. Отлетает приблизительно вот так вот, хоп, все поотлетало. Так что 620 км в край. Сейчас давайте будем смотреть тесты. Итак, тесты проводятся на скорости, начальная скорость 350 км в час. Данный тест показывает, как Мессершмитт уходит от И-16 после добавления максимальной тяги. То есть мы идем на обычной скорости в 350 км в час. И по команде мы включаем полную тягу, форсажи. Все, закрываем, радиаторы я закрываю. И И-16 также закрывает все. И мы начинаем полет. Как вы видите, И-16 не догоняет Эмиль. В принципе, так и должно быть. Понемногу Эмиль уходит от И-16 и расстояние все больше и больше. Поэтому в горизонте И-16 Эмиль догнать не может. Данный тест показывает мелкий набор высоты. То есть Мессершмитт в мелком наборе, держа скорость 400 км в час, пытается уйти от И-16. Так как у И-16 скороподъемность выше практически на 3 секунды, то он довольно-таки неплохо удерживается на хвосте. Мессершмитт не так быстро уходит. Но все-таки уходит от И-16. Дело в том, что на скорости мелком климбе скороподъемность не столько сказывается. Поэтому Эмиль понемногу отрывается от И-16. И-16 может только держаться за Эмилем довольно-таки долгое время. Но потихонечку он все равно будет отставать. Так что имейте это в виду. В этом тесте тестируется климб, набор высоты. Мессершмитт встает в набор на скорости 300 км в час. И И-16 с легкостью догоняет его, так как имеет большую скороподъемность до высоты 3000 метров. Как видите, он легко его обходит и оставляет позади. Вы должны всегда знать и помнить об этом. То есть И-16 имеет лучшую скороподъемность до 3000. Вы должны этим пользоваться всегда в бою. Дальше, когда высота становится все выше и выше, мы имеем больше высоты, то И-16 все меньше и меньше начинает отрыв. То есть до высоты 3000 метров мы имеем преимущественно И-16. Дальше уже оно очень сильно сокращается. В данном тесте показано пикирование. Эмиль уходит в пологое пикирование, не очень глубокое. И все равно И-16 даже при таком незначительном пикировании очень сильно отстает от Эмиля. То есть очень сильно идет отставание и большой разрыв идет в дистанции. И Миль отрывается. Дальше идет уход на вертикаль. И здесь уже есть очень неплохие результаты у И-16. У И-16 очень хорошая вертикаль. И на вертикале И-16 может хорошо очень стрелять. То есть есть возможность всегда для выстрела хорошего. Он хорошо держит прицел и неплохо даже стреляет. То есть есть шанс удачной точной стрельбы. В этом тесте мы решили поэкспериментировать с виражом. Так как на Эмиле довольно-таки неплохая маневренность. Мы встали в вираж и при одинаковых скоростях и при одинаковом положении пытаемся друг друга достать. Я конечно использую на Эмиле ручное управление. Потому что если пользоваться простым боевым режимом на Эмиле, то он вообще ничего не может сделать. А на боевом режиме он довольно-таки долго крутит виражи с И-16. И довольно-таки неплохо. Но все равно у И-16 вираж более устойчивый. И он не перегревается. А у Эмиля на ручном шаге винта, когда мы управляем вручную, может выйти быстро двигатель из строя. То есть это не может быть так долго. И все равно Эмиль не достает. Если Эмиль уйдет на Йо-Йо, то И-16 еще быстрее его достает и сбивает. То есть Йо-Йо вообще не помогает Эмилю никак. Потому что у И-16 скороподъемность намного выше. И Эмиль только будет подставляться, если будет уходить наверх. То есть вот такой вот тест получился у нас. Все равно И-16 выигрывает Эмиля. Итак, давайте подведем итоги. Первое. Эмиль быстрее И-16 набирает скорость в горизонте. Второе. Эмиль лучше разгоняется в пикировании. Третье. Эмиль уходит от И-16 в мелком наборе высоты на скорости 400 км в час. Четвертое. Эмиль проигрывает И-16 в наборе высоты на малых скоростях. И пятое. Эмиль проигрывает маневренный бой И-16. Из этого делаем вывод, что И-16 имеет превосходство над Эмилем в бою. И может воевать с ним без проблем. Как на вертикалях, в стеллфайте, так и на виражах. Вступая в бой, ведя бой или отходить от боя, И-16 должен пользоваться своими преимуществами над Эмилем. А именно, использовать вертикальные маневры и набор высоты. Посмотрите данный бой. Сейчас я стою практически на одинаковых скоростях с Эмилем. Мы сходимся. И я сразу же ухожу на вертикаль. Все, я ухожу через верх. Все, Мессершмитт остается внизу. Уходит через низ и пытается уйти. Но здесь уже все. Он все проиграл. И никуда уже деться не может. Не уйти, не перевиражит. Ничего. То есть, он полностью проиграл бой. То есть, такой вот вертикальный маневр сразу же вас ставит в очень хорошую позицию в бою. И вы его бой просто выигрываете без проблем. Сейчас я хочу показать вам, как правильно строить заход на противника, когда вы летите на И-16. Когда вы обнаружите контакт, который идет на вас и находится ниже вас, вы должны занять позицию как можно ближе к его курсу, чтобы заходить на него по его направлению полета. Ни в коем случае не ждите, когда противник поравняется с вами, и вы будете прямо над ним. Если вы так сделаете, то вам придется догонять его в пикирование. А это не так быстро. И противник может вас заметить. И начать уходить в пикирование. Вы должны начать заход на него заранее. То есть, начать пикирование перед ним, чтобы выйти в горизонт прям вплотную на 6, как вы видите в этом примере. Ваше появление на 6 всегда должно быть внезапным. Запомните это. Если вы не будете скрывать ваши атаки, то вы будете очень мало сбивать. Как подходить незаметно к противнику, я научу вас в будущих уроках. Не будем торопить события. Когда вы ведете бой с Эмилием, который имеет преимущество по высоте, ваша задача занять высоту выше него. Противники бывают разные. И вы должны в начале боя сразу понять, какого уровня противник с вами ведет бой. Сейчас для многих из вас это сделать сложно, так как вы сами еще не знаете тонкости боя, в которых видно опыт противника. Но в будущем мы будем очень подробно это изучать. И вы обязательно научитесь этому. Сейчас я поставил вам бой, с которого можно очень многому научиться. Например, защите, уклонению от атаки, занятию нужной и выгодной позиции от атаки противника, контролю за противником. Посмотрев на противника, я сразу понял, что на большой высоте шансов выиграть бой мало. Поэтому я начал понемногу уводить противника к земле, где И-16 имеет преимущество, скажем, подъемности. Как вы видите, я не использую в обороне вираж и никогда не буду учить вас защищаться в вираже. Никогда не вставайте в вираж. Только повороты, развороты с набором высоты. Никаких горизонтальных долгих виражей даже не думайте делать. Используйте тактику, которую я описывал в уроке с Як-1, а именно тактику оборонительного вертикального боя. Мы еще не раз будем возвращаться к этой тактике, так что тренируйте ее, делайте записи, смотрите свои ошибки, делайте выводы. Эта тактика работает на 100%, и я постоянно ее использую в бою, что вы сейчас видите. Чтобы занять высоту, нужно пытаться заставить противника перетягивать ручку. Когда вы идете вверх, противник пытается выйти на атаку, но у него не получается это сделать, и он перетягивает ручку, тем самым теряя скорость. И также он может поймать сваливание, свалиться в штопор. Данный противник очень аккуратный. Дело в том, что он знает, с кем ведет бой, и поэтому пытается не рисковать. Эмилиум управляет курсант школы, ник его называть я не буду, но если он захочет, сам скажет. Курсанту после боя я выслал трек боя с рассказом о его ошибках, а точнее о самой главной ошибке, из-за которой он проиграл бой. Ошибка была в самом конце боя, когда он решил переклимпить И-16. Проведя множество боев на И-16, могу сказать, что таких затяжных боев очень мало. Все заканчивается в самом начале боя, и обычно Эмиль убегает или сразу сбивается. Поэтому в заключении хочу сказать, что И-16 является очень сильным противником, с очень мощным вооружением, с которым непросто вести бой один на один. На этом у меня все. Я прощаюсь с вами. Успехов вам в обучении. Увидимся в следующем уроке. Пока. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...